Здравствуйте, братья и сестры! Мы с вами продолжаем цикл передач «Открытая Церковь» совместно с Хором Духовенства Санкт-Петербургской Метрополии и телеканалом «Союз». Сегодня я хотел бы с вами поговорить о такой важной черте характера человека, как постоянство. Можно сказать, что постоянство – это как такая лакмусовая бумажка, которая показывает нам зрелость человека. Известно, что, наоборот, непостоянство – это такая детская черта. И мы с вами прекрасно знаем, когда дети растут и развиваются, когда они познают мир, они очень любознательны, они увлекаются то одним, то другим. Но вот зачастую бывает так, что их увлечение носит только лишь такой поверхностный характер. Сегодня ребенок собирает марки с увлечением. Через неделю этому надоело, он начинает коллекционировать бабочек. Еще через неделю он переключается на рыбок и так далее. И проходит месяц, и за этот месяц ребенок поменял очень много занятий, каких-то увлечений, но ничем серьезно не увлекся. И вот эта вот такая поверхностость и непостоянство как раз является детской чертой характера. Опять же, мы с вами очень часто видим людей, которые в своем характере очень похожи на детей. Сегодня они одни, завтра они другие. И очень часто про таких людей говорят, что у них семь пятниц на неделе. То есть вот эта постоянная смена характера, смена настроения, смена увлечений, поиск чего-то нового в своей жизни, как раз и является такой инфантильностью, такой детскостью в характере человека. И наоборот, постоянство говорит о том, что человек уже зрелый, о том, что он серьезно относится к тем вещам, которыми он занимается, будь то на работе, будь то в семье, будь то какое-то хобби или, может быть, увлечение. И мы с вами можем сказать, что для постоянства нужна дисциплина и решимость. Они как бы являются такими родными сестрами этого постоянства. Понятно, что постоянство нужно, как в жизни, может быть, и неверующего человека, и нерелигиозного, но еще больше оно нужно в жизни как раз-таки христианина. Потому что апостол Павел призывает нас быть постоянными в молитве. И другой очень хороший пример, который я хочу привести, это, можно сказать, наш с вами современник, выдающийся хирург и архиерей, святитель Лука, воин Иосинецкий. Он тоже пишет своим духовным чадом. Нередко на словах и в письмах просит меня научить молиться. Первое, что я отвечаю на эту просьбу, это необходимость постоянства в молитве. Есть очень много людей, которые вспоминают о молитве к Богу, когда Он посетит их каким-либо несчастьем, либо тяжелой скорбью, а обычно вовсе не молятся ему. Такие молитвы вряд ли бывают услышаны Богом. У древних римлян была мудрая пословица «Непрестанная каплющая капля долбит камень, только непрестанная, как падение капель молитва, смягчает оледеневшие без молитвы сердца». Вот такие замечательные слова святителя Луки, воина Иосинецкого. И мы должны понимать, что постоянство – это не что-то такое закостенелое, это не топтание на месте, это не какая-то рутина однодневная, нет, это движение вперед. Как человек, начиная долгий путь, должен сделать первый шаг. Так и мы с вами тоже должны делать первые шаги по направлению к Богу. Вот если человек постоянен по отношению к Богу, можно сказать, что он духовно растет, он духовно развивается. Потому что истинная вера в Бога подразумевает постоянные с ним отношения. И вот постоянный человек, он верен Богу всегда и везде, где бы он ни находился. И вот как раз молитва, она является таким показателем и нашей дисциплины, и нашей решимости, и нашего постоянства. То, о чем писал святитель Лука, и то, чего так не хватает в нашей жизни. Мы с вами прекрасно знаем, что наша жизнь, к сожалению, она похожа на кардиограмму, когда эти кривые вверх и вниз скачут в таком хаотичном порядке. И наша духовная жизнь, она тоже то вверх, то вниз поднимается. Нет такой постоянной прямой, которая бы поднималась вверх к Богу. Я как священник знаю, что не у всех людей получается читать вечернее и утреннее правило. Но, опять же, если мы не будем хотя бы читать одну молитву, пускай это будет Отче наш, пускай это будет какая-то краткая молитва, но она будет постоянной. Это значит, что мы не будем двигаться к Богу. Пускай человек, который может только начинать свой путь к Богу, пускай, если ему тяжело читать что-то полностью, пускай он читает хотя бы перед сном просто, «Господи помилуй, но это будет каждый день». После этого он будет духовно расти, и ему этой молитвы будет мало. Он после этого начнет читать молитвы Отче наш и другие молитвы. Вот это будет духовный рост. То же самое с чтением Священного Писания. Святые Аценам рекомендуют каждый день читать по главе из Евангелия, из Апостола. Ну, не можешь ты читать полностью главу. Прочти несколько строк, несколько стихов, но пускай это будет тоже постоянно, пускай это будет каждый день. И вот тогда в нашей духовной жизни будут происходить какие-то перемены. В нашей жизни будет происходить духовный рост. И мы будем развиваться как личность, будем раскрываться. Вот тогда будет какой-то толк. А если мы сегодня с горячностью бьем поклоны, целую мекону и молимся до упада сил, а завтра мы все это забыли и уже заняты своими делами, вот такая вот хаотичность, такая ветренность, я бы сказал, она не приведет человека к духовности. По-моему, немецкий философ Гегель очень тоже хорошо сказал о том, что когда человек совершил нравственный поступок под воздействием каких-то эмоций, это еще не добродетель. А добродетелю это будет являться тогда, когда человек постоянно совершает этот поступок, когда он уже становится частью его жизни. И опять же мы с вами прекрасно знаем по себе и по другим людям, что бывает у меня хорошее настроение, я могу щедро дать милостыню. А когда я злой, я пройду мимо, еще чем-нибудь буркну в ответ этому просящему. И вот получается, что мы, как ветер, сегодня он северный, завтра он южный, послезавтра северо-восточный, и вот постоянно меняют свое направление. А нужно быть действительно, как та маленькая капля, которая долбит камень, как вода, которая постепенно находит себе выход через скалы, через какие-то камни. И вот в этом постоянстве, братья и сестры, мы будем преуспевать, и мы будем приближаться к Богу. Это самое главное в нашей земной жизни. Итак, братья и сестры, я хочу подвести такой маленький итог в том, что же такое постоянство. Это очень важная черта нашего характера. Это тот маленький шаг, который мы должны делать каждый день. Он маленький, он незаметный, но он нам будет помогать двигаться вперед. Если мы не будем постоянными, если у нас не будут дисциплины в нашей духовной жизни, и не только духовной, то толку от нас тоже никакого не будет. И вечернее, утреннее правило — это ведь тоже показатель дисциплины, насколько человек дисциплинирован. И первоначально, может быть, даже нужно больше сделать упор на дисциплину, чем на какую-то молитвенность, на какую-то духовность. Пускай это будет постоянным в твоей жизни, а потом уже ты начнешь вдумываться в те слова, которые ты произносишь, и начнешь их понимать, самое главное. И я хотел бы пожелать и себе, и вам, дорогие телезрители, быть постоянными во всех наших добродетелях, так, чтобы это действительно стало хорошей чертой нашего характера, чтобы мы были постоянными в добродетелях, в помощи нуждающимся в тех добрых словах, которые мы произносим своим близким, чтобы у нас было постоянство в нашей духовной жизни и во всей нашей жизни. Пусть всемилостивый Господь дарит нам эту важную черту характера. На этих словах, братья и сестры, я хочу с вами попрощаться, потому что время нашей передачи подходит к концу. Храни всех, Господь! Призываю на вас Божие благословения! До свидания! ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вечерний звон Вечерний звон Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok